Такой контраст, небольшой, особо не увидите. Допустим, давайте я подниму ее на 4 ступени. Можно с позиции повыше. На 3 ступени поднимаю. Да? Теперь давайте посмотрим колесную А. Большая, весит много. Саша, какой размер мегабайта одного файла получается? Потому что, не помню, надо позав посмотреть. Я акцентирую, мне внимание на эти... Блин, ну не видно, конечно, в этом экране ничего совершенно. Я могу сказать, что вот у меня там просто вообще все. Каждая деталька, каждый элемент видим внутри колесной арки. Это вот на 3,5 ступа. Причем шумы настолько небольшие, что вообще можно и из этого кадра это все дело взять. Но мне и не нужна такая яркость на финальном кадре. Там должно все узнаваться, но не на сколько нужно подниматься. Максимум даже из этого не додержанного кадра мне нужно поднимать на 1,7 ступеней. Максимум. В конечном, финальном кадре. Поэтому я был приятно удивлен такому огромному динамическому диапазону. Вот возьмем картинку, которая впереди. Посмотрим по светам. Вот у нас самая светлая часть на машине это вот этот хром на крыше. И я вот убираю на 2,4 ступени. У меня и тот запас еще есть по убиранию. Посмотрим на увеличенный вариант. Видите, да, никаких пересветов не осталось. Еще даже большой запас по экспозиции. То есть можно было пролететь еще на ступень. Без потери по светам. А вот так вот она в оригинале освещена. Практически сливается с фонами. То есть я могу сказать, что... Вот я там много ли отработаю на камере. Но что касается теней, то тут картинка на порядок интереснее в тенях. Камерам очень плохо из теней тянется. Он начинает отсыпаться, плосить и так далее. И здесь в этом отношении гораздо больший диапазон динамический. Вот, как бы... Давайте, чтобы... Просто я же говорю, что многие пугаются цифрой 20 мегапикселей. А вот цифра 80 мегапикселей она радует больше. И вот картинка в формате 50 на 60 напечатана... Вау. С этой съемки. Потом, хотите, можете дойти посмотреть поближе. Вот. Это вот с этой съемки 80 мегапикселей. Камера снимает в формате RAW 80 мегапикселей. В формате JPEG 50 мегапикселей. Я не сразу разобрался, как включается... Потому что, как бы, первый раз я брал камеру в RAW, это была бы мне третья съемка. Камеру. Вторую съемку я сейчас тоже тогда покажу. И ту съемку я снял... Там пару кадров именно в JPEG 50 мегапикселей. Там разница не особо велика. Но еще в той съемке меня поразила совершенно эта камера. Вот. Это практически такая тоже репортажная съемка. Дождливую погоду. На 50 мегапикселей JPEG. Может потом подойти, близко посмотреть, что такое многопередная картинка с такой маленькой камерой. Я вот не пленился до опечатать, потратить деньги на это, чтобы вы могли все посмотреть вживую. Потому что одно дело, то ли рассказать и налить воды, а другое дело, все-таки, показать результат. Что еще? Вопрос. Может какие-то есть? Друзья, давайте пустим микрофон в зал, поднимайте руки. Кричите. Вы снимаете в JPEG 50, а потом объединяете эти две камеры? Ну, я объединяю не автоматически, а локально только. В тех местах, где у меня что-то там пролетело, то кистями мягкими прорабатываю. А вы объединяете в том, что вы? Ну, как бы я вообще не люблю эти объединения. Они сразу как-то картинку воплощают. Мы очень часто этот HDR эффект делаем из-за того основного кадра, просто конвертируя картинку очень кухлой и серой. То есть убирая контраст, поднимая немного тени, ну, немного, потому что главное не перебарщить. Опуская света, насколько это можно. Мы работаем из одной картинки чаще всего. Но если это что-то прецизионное, по качеству, то всему, конечно, мы делаем брикетинг и уже там, мы говорим, мягкими кистями добавляем, там где нужно. И на самом деле изначально, а при конвертации мы всегда стараемся делать картинку более тухлой, более неконтрастной, да? А уже все контрасты добавляйте картинку потом. То есть имея возможность вытаскивать все, весь объем, всю динамику из картинка полностью. То есть давайте воздушную перспективу, если это на улице. Ну, вот как-то в этом кадре здесь, ну, я покажу сейчас вот на компьютере, что там разница. Смотрите, это оригинал. Конечно, плохо видно очень. Это снялась картинка? Вот эта картинка, да, потому что это скорее здесь сняты, 50-мегапиксельных. А так, в основном, сейчас снимка была артистативной. Ну, то есть здесь, видите, у нас и там воздушная перспектива сзади появилась. И, как бы, там конвертация мягкая, то есть. Вот. Ну, вся съемка была тоже, когда в хай-ресе сняты. Вот оригинал. Здесь чуть-чуть. Чуть-чуть объем увеличен. А пространство объемочное. Ну, это такая, это быстрая обработка. Здесь все такое было бегом-бегом. Здесь не нужно было ничего себе, естественно. Вот такие вещи, когда тебя, опять же, там гоняют отовсюду, тебе нужно откуда-то залезть в непонятную точку, и нет времени ни на штатив, ни на экран, с нижней точкой. Тоже очень удобно все это делать было. Отслеживать практически все на ходу. Вот интересный момент тоже. Так, может быть, не очень понятно, но это выдержка одна-вторая секунда. Мне хотелось, чтобы листики на переднем плане, они колыкались от ветра. Хотелось, чтобы у них была движуха эта, машинка вся резкая. Тоже на одну-вторую секунду. Здесь сняты, машины идеально резкие. Если вы видите, что можно увидеть, что там каждое деталечко, там все идеально резко. Одна-вторая. Ну, и так далее. Вот просто такая вот репортажная съемка. По движению еще будет несколько кадров. Идет дождь, снег. Мы снимаем. Как вот. И пару кадров к салону помещаем. Таким же широким элементом. Ну, я подготовил вам много автомобильной съемки. Еще раз говорю, я не так много снимал эти камеры. Но то, что снимал, хотелось вам показать и поделиться своими ощущениями. Неожиданными для меня. То есть, довольно тоже скептически отношусь ко всем этим новым технологическим фишкам. И для меня тоже всегда я отношу риск. Когда ты 20 лет работаешь на одном, он вдруг тебе подсовывает что-то в другое и говорят, что это круто. Пока не попробуешь, не поймешь. И чем больше пробую, чем больше я эту камеру беру, использую на съемках, на других, на репортажных, тем больше понимаю, что уже в моей привычной камере чего-то до них хватается. Подождите секундочку, сейчас мы вам микрофон дадем.